Всем привет! Друзья, я вам обещала сегодня рецепт, и в многих комментариях угадали, что я буду сегодня готовить. Я действительно буду готовить синабоны. Буду готовить их впервые в жизни, потому что очень впечатлилась ими на вкус. Вот какие они были по вкусу, когда мы их покупали в Сильфо. Впечатлилась рецептом, впечатлилась вообще ингредиентами. Ароматно, сытно, что тоже важно. Нельзя увлекаться такими булками, потому что в 100 граммах примерно 342 калории. То есть это очень-очень калорийные жирные булочки, поэтому готовить их нужно, наверное, редко. Хочется попробовать. Мне кажется, что нужно ослаивать и такие рецепты более сложные, серьезные. Для меня он кажется очень сложным пока что, потому что много процессов, много по времени нужно будет ждать. Но если есть время, есть желание, то я думаю, что нужно пытаться, нужно пробовать. Сейчас буду показывать вам ингредиенты, а в процессе готовки буду уже рассказывать, сколько их нужно по граммам. Итак, нам нужен сахар, соль, мука, теплое молоко, корица, потому что без корицы эти булочки вообще никак не могут существовать. Два яйца комнатной температуры, сливочное размягченное масло, дрожжи я беру сухие, сухие, быстродействующие. Здесь еще запас масла у меня и сахарная пудра. И, конечно же, крем-чиз, который я забыла достать, показать. Здесь, просто я еще пока не делаю глазурь, вот такой вот у меня сыр, крем-чиз. Самое первое, что нужно сделать, это в теплом молоке развести 2 чайные ложки сухих дрожжей. Здесь у меня 200 мл теплого молока. Оно было немножечко холодное, поэтому я его чуть-чуть подогрела, и сейчас оно такое, какое должно быть, тепленькое. Поэтому разводим здесь 2 чайные ложки таких вот дрожжей. Так вот, раз и два. Дрожжи добавили. Теперь нам нужно добавить от общего количества сахара, а общее количество сахара это 75 грамм, одну столовую ложечку сюда же, в молоко. Убираем эту массу минут на 20. Теперь в отдельной миске нам нужно смешать 75 грамм сливочного масла, вот, ну, комнатной температуры, и оставшийся сахар. Теперь нужно все это разбить миксером. Когда мы немного взбили масло, можно добавлять яйца. У нас их 2 штучки, вводим их по одному, то есть, вбили одно, взбили миксером. Так, тут по пенке видно, что дрожжи у нас активизировались, можно так сказать. Я их чуть-чуть еще перемешаю, и мы будем их добавлять сейчас в наше взбитое масло с яйцами. И нужно добавить одну щепотку соли, даже не щепотку, а чайную ложку, потому что в рецепте написано чайная ложка. Так что, ребята, добавим именно так. Так пахнут дрожжи, прикольно вообще, класс. Так, добавили. И чайная ложка соли. Теперь снова все это венчиком перемешиваем. И теперь приходит время для муки. Значит, в рецепте написано муки 500-700 грамм. Ну, в общем-то, здесь нужно смотреть на глаз. Всыпать, всыпать. Ну, конечно же, просеянную муку. И нужно будет замесить тесто в течение 10 минут, которое не будет прилипать к рукам. Просто вот это уже нужно делать на глаз. Смотреть, сколько нужно добавлять муки. Я думаю, что грамм 600, наверное, придется добавить. Что ж, я таки добавила 700 грамм муки, чтобы тесто получилось не липнущее к рукам. Такой хорошей консистенции, как надо, как я видела во всех рецептах. Все, оставляем его в покое. Накрываем пленочкой. На час оставляем в покое. Вот, чтобы оно увеличилось в раз или два. И желательно оставить его где-нибудь на теплом месте, чтобы не было сквознячков. Вот, и пока убираем все, что мы тут развели. Пока у нас доходит тесто, можем смешать 130-120 грамм сахара с 15-20 граммами корицы. Ну, в рецепте было 130 грамм сахара и 15 корицы. Я добавлю, наверное, 20 грамм, потому что это пакетик. И я считаю, что, ну, я не переборщу с этой граммовкой. Добавлю весь пакетик. А вы уже смотрите по вкусу. Перемешиваем и получаем такую себе смесь, которая является начинкой наших булочек. То есть эти булочки вообще не готовятся без корицы с сахаром внутри. Изначально это такой рецепт. Это как бы классический рецепт. Есть еще шокобоны там с яблоком, как я вот упробовала. Их разные делают. Вот, ну, классически это вот внутри корицы, сверху такая вот сырная заправка. Тесто у меня поднялось. Теперь берем муку. Присыпаем стол или досточку большую, если у вас есть. У меня, к сожалению, большой досточки пока что нет. Вот, поэтому я все делаю на столе. Теперь нужно выложить тесто. Оно, кстати, так пахнет. Вот прям бабушкино тесто. Переместить его нужно. Теперь руками превращаем его как бы в прямоугольник. Вот так аккуратненько просто растягиваем и делаем из него прямоугольничек. Это тесто нужно сложить. Показываю как. Одну половинку сюда. Тяжело одной рукой делать. Вторую сюда. Теперь заворачиваем эту часть. Вот так. И эту часть наверх. Завернуть. Боже, какое большое тесто получилось. Аж не верится. И накрываем миской. Где моя миска? Быстро мне миску. Миску мне. На 15 минут, чтобы тесто у нас, как говорится, отдохнуло. Так, ну все, хватит отдыхать. Еще хорошенечко присыпаем весь стол мукой, чтобы ничего у нас не липло. Потому что потом нам надо будет заворачивать рулет. Я переживаю, чтобы ничего к столу не прилипало. Будем сейчас просто раскатывать скалочкой тесто в прямоугольник. Не сильно тонкий, потому что все-таки это не тонкие булки. Прекрасно. Тесто я раскатала. Теперь берем 90 грамм теплого сливочного масла. Ну вот оно прям комнатной-комнатной температуры. Такое мягкое. Очень. И нужно хорошенечко смазать все тесто. Вот так вот маслом. И следующее наше действие. Берем нашу емкость с сахаром и корицей. И присыпаем всю поверхность теста. Вот прям на масло сыпем. Есть еще второй вариант. Смешать сахар к корицу и масло сразу. И получается выкладывать на тесто уже такую, как можно сказать, густую начинку. Такую вот. Ну, тут уже выбор каждого. Мне кажется, так даже лучше, так удобней. В общем, обильненько, обильненько все засыпаем. Я тут чуть не начала размазывать сахар. Это плохая идея. Не надо ничего рассматривать. Просто теперь берем и аккуратненько заворачиваем все в один рулет. Я буду выпекать в своей любимой стеклянной. Я ее сейчас смажу сливочным маслом. Рулет разрежу на одинаковые кусочки. Кто-то делает это зубной нитью. Мне этот вариант действительно нравится. Я лучше сделала все ножичком аккуратно. Вот они мои красавцы. В общем, их просто сворачиваем, разрезаем и укладываем в форму, в которую вы будете запекать. Или же там напротив, или на пергаментную бумагу. Я буду в такой форме выпекать. Поэтому смазывала ее сливочным маслом. У меня получилось 13 больших и один мини синабон. Так, закрываем их пергаментом и оставляем еще на час. Они должны еще больше стать. Поэтому забываем про это и снова убираем срач. Включаем духовочку на 190 где-то градусов. Булки у меня уже, смотрите, какими стали. Видите, стали больше, поднялись, распластались и, в общем-то, соединились, можно так сказать, между собой. Ну все, духовочка разогрелась. Отправляем их на средний уровень на 20-25 минут. Нужно внимательно следить, чтобы они не подгорели. И тем временем займемся кремом. Тут уже тоже разные вариации. Кто-то просто делает глазурь. Я хотела сделать нормальный крем-чиз, потому что, когда я пробовала синабон, мне очень понравился именно с сырной заправкой сверху. Поэтому я беру все 130 грамм крем-чиза или сыр воршковый. Вот добавляю его сюда. И беру сливочное масло грамм 70. Все это нужно сейчас вместе взбить. Теперь нужно в крем добавлять постепенно где-то 140-130 грамм сахарной пудры. Но это все нужно пробовать, если не сильно сладкое добавлять. Все тут по вашему вкусу. Если хотите сильно густой крем, то ничего не добавляйте. Если хотите чуть-чуть его разбавить, добавьте чуть-чуть молока. Тоже до консистенции, которая вам нравится. Я добавила буквально чайную ложку-две, и мне, в принципе, достаточно. Думаю, должно этого хватить, но крем очень вкусный получается. Все, вот они мои красавцы. Держала их в духовочке 20 минуток. Вот такие пышные. Я их пыталась еще дотронуться. Они прям воздушные, как облачка. Очень мягкие, очень ароматные. Прям я в восторге. И вот он мой крем. И сейчас я буду смазывать просто булочки сверху. Их нужно смазывать как раз горячими. И оставлять на некоторое время, минут на 15, чтобы они пропитывались. И только тогда доставать. Но я, наверное, даже не буду доставать их из формы, потому что они так будут как-то пропитаны. И вот я даже, не знаю, прям в целый пирог превратятся. И хочу, конечно, их красиво пофоткать. Я все булочки очень обильно смазала кремом. И, наверное, рекомендую делать так, потому что есть люди просто делают и поливают чуть-чуть сахарной глазурью. Но, по-моему, прикол эти булочки именно в этом креме. Мне кажется, без этого крема они просто не такие вкусные. Вот, я одну давала Лёше. Сказала, очень вкусные, понравились. Я чуть попозже попробую, потому что я еще не ужинала, тоже обязательно вам скажу. И пофоткала. И, кажется, нашла применение своим новым салфеткам, которые не знала, как использовать. Они будут у меня что-то вроде бы как фона для каких-нибудь там блюд. Почему бы и нет? Вот такой вот рецептик. Друзья, готовьте с удовольствием. Радуйте себя, своих близких, потому что булочки клевые. Ну, естественно, каждый день такие не будешь готовить. Очень замороченный рецепт. Долгий, я бы сказала. Боже мой, друзья, сегодня целый день была на кухне. Вообще, с самого утра уборка, которая сегодня затянулась, ну, очень прям долго, прям очень долго убирала. Еще и в Тамбуре пошла убирать, там вообще какой-то ужас был. У меня соседка особо не парится, она не убирает, поэтому иногда это делаю я. Подвести, пол помыть, как бы тоже время занимало. Но очень много времени у меня заняли мои синабоны. Ну, даже, как бы, недолго их прям готовить, но ожидание, там, час там, полчаса там, еще час, ну, в общем-то, надо подождать. Я так переживала, бегала за этим тестом, чтобы оно поднялось. Ну, вот, ну, в общем-то, все получилось, я ужасно довольна и хочу теперь попробовать. У меня, к сожалению, немножко остыли, но ничего страшного, как бы. Ммм, боже мой, это божественно. Не хочу себя нахваливать, но это очень вкусно, в меру сладко получилось. А этот сырный крем, что надо, прям, готовьте именно с таким, если вы такое любите. И, ребята, очень рекомендую, приготовьте. Это, ну, не жаль потраченного времени, вообще, ни капли. И они прям такие мягкие-мягкие, очень чувствуется корица. Я довольна, на все 100%. Как-нибудь приготовим с вами шокобоны или, там, с яблоком. Но мне вот нравится такой вариант, как бы, не перегруженный, я считаю. Подписывайтесь на мой инстаграм, у меня там будет новая фотка, наверное, сейчас. Как раз с синабонами я стараюсь там фотографировать, все такое, то в последнее время выпало с инстаграма, именно, вот, постов не было. Зато делала опрос. Рада, что вы участвовали, я, ну, отдала возможность задавать мне разные вопросы. Очень много людей поучаствовало. Спасибо вам большое за активность. Для меня это очень важно. Вы молодцы. Всем спокойной ночи, всем хорошего настроения. Увидимся с вами уже завтра. Всем пока-пока.